Друзья, это эскиз из первого выпуска, это эскиз из второго выпуска, я надеюсь вы посмотрели первую и вторую часть. И сегодня третья часть, меня зовут Дима Астанин, и это шоу Весь Тату, где я беру гостя Ивана и забиваю его полностью. И начали мы с тату-рукава, мы сделали две татуировки и сегодня будет третья. Начнем мы, конечно же, с моего наказания, после этого мы посмотрим, как зажила вторая татуировка. И я ему забью сегодня третью. Как не хочется, если честно, вот, ну типа, наказываться. Друзья, напомню условия нашего шоу с Ваней, я ему забиваю татуировку, после этого он ее заживляет, и в следующем выпуске мы показываем вам зажившую работу. Вы пишите в комментариях, кто выиграл, а кто проиграл, и кто проиграл, получает наказание. Если проигрывает Иван, то я забиваю следующую татуировку по своему эскизу. Если проигрываю я, Иван, начинающий тату-мастер, на счету у него... Сколько у тебя на счету работ? Три. Три работы у тебя? И типа сегодня четвертая будет? Иван, начинающий тату-мастер, забивает мне татуировку. Да я в конце останусь весь в портаках в итоге, да? Камон, вы можете в следующем выпуске предлагать свое наказание, если проигрываю я в комментариях. Ну типа только не совсем жесткая, а что я бы сам, возможно, и хотел бы, но, например, татуировку я не очень хотел бы. Типа Егор сделал мне татуировку, вот такое у меня наказание, да? Насчет прошлой татухи. Заживлял я ее, как обычно, под пленкой, держал всего три дня, потому что она, как всегда, начала безумно чесаться, особенно, когда там все засохло. После чего я просто мазал ее мазью и кремом. Зажила она, в принципе, нормально. Так получается, что ты уже два раза не додерживал пленку до конца? Да, я не додерживаю пленку. Ну типа зачем держать ее пять дней? Там все это болото засыхает, это же, типа, вообще дискомфортно. Друзья, ну вот так вот зажила татуировка подковы из предыдущего выпуска. Прошло две недели. И, пожалуйста, пишите в комментариях, кто выиграл. Выиграла заживление, либо выиграла татуировка. То есть заживление Иван, татуировка Дима. И почему? Мы читаем все комментарии. И не ленитесь, расписывайте больше. Нам интересно почитать, кто в итоге говнюк. И предлагайте варианты новых наказаний в комментариях. Это очень важно. Друзья, давайте поддержите выпуск лайком. Я пошел страдать. Ты сам собираешь свое рабочее место. Ну, погнали. Ты уверен, что он собираешься? Ну, вообще, я уверен. Ваня, там такой эскиз, что если будет полоска чуть-чуть волнительная, то, в принципе, как бы... Я художник, я так вижу. Вот. Сделай как художник. Четвертая татуировка у парня. Так, подожди, остановись. Вы не поставили еще лайк. Он начнет после вашего лайка. Поехали. Ничего, что ты в неестественном положении сейчас находишься, нет? А ничего, что Егор за тобой проследит? Думаешь, в комментариях напишут, снова переводите неестественно? Да, да. Как с делда бумерангом, типа, ножи. Так, Егор, подскажи, естественно вот сейчас мы переводим или нет? Естественное положение стоя. Ты готов, что с первого раза? Да ты уже не получишься. Может не получиться. Блин. Ну, такое сип. Ну, типа, в этом шоу с первого раза не переводят, чтобы ты понимал. Ну да, я уже заметил. Я подумал, что в третьем выпуске мы уже не будем показывать вот этот безостановочный перевод, да? Мы снова его снимаем. Да. Но твой безостановочный перевод мы тогда не будем снимать. Ваня будет колоть моим блоком мустанг тату без педальки. Ты первый раз, наверное, без педалей, да, будешь работать? Ну, сегодня посмотрим. Мы будем колоть ротором. Это ротор Жени. Что за ротор? Это пэн Хамминбёрд. Как бы довольно хороший, на самом деле, пэн за свою сумму. Мне кажется, он особо не уступает шоену. Это семь шоенов из десяти, возможно. 9-с толстая полоса. Тонкой у нас нету. И красить магнумом, да? Да, девятым магнумом. Я вот не знаю, либо мне всегда так больно, либо там просто пока стяжки. Я больше не проиграю. Никогда больше я не сделаю криво. И в конце этого видеоролика я делаю криво-криво, да? Есть полосы, которые с первого раза не пробились. Почему? Видимо, я слишком быстро вёл этой тачкой. И поэтому мы сейчас будем пробивать второй раз. Зрени король полос, но ты проиграл. Контур мы закончили. И теперь переходим к теням и закрасу. Ты умеешь тени-то делать? Нет. А как ты их делаешь? Как видел, как ты делаешь, так и сделаю. Вот давай ты возьмёшь и сейчас сделаешь вот так, как ты видел это в видосе. Притом, ты даже не в видосе это видел, а ты вот лично это видел. Маленький вольтаж, резкое движение. Первые тени в моей жизни готовы. Это первые твои тени? Это мои первые тени. И теперь мы переходим к плотному закрасу. Благо, закрас у меня уже был. Офигеть это с вашим ротом. У меня нет настроения, что я типа злорадствую, радуюсь, что я тебя там в стил, потому что, во-первых, от от твоей татуировки я нереально тащусь. Я рад тому, что я тебе набил стиль. Я сегодня попробовал поработать в цвете, наконец-то. Попробовал тенюхи. И я в целом доволен, не считая кривых контуров. Не знаю, по-моему, очень стильно всё. Это пока самое лучшее, что я сделал, а сделал я уже 4 татуировки. Вот так меня наказывать мне нравится. Но в следующий раз мы не наказываем меня. Потому что в следующий раз выиграю я. Посмотрим. Иван мне дал задание нарисовать в третий выпуск, третий эскиз, тату-машинку. Иван, ух, это легко. Я нарисовал традиционную тачку с традиционным цветочком. И Ваня сегодня пришёл и такой тип. Мне не нравится этот цветочек. Ещё раз, Вань. Традиционная машинка с традиционным цветочком. Вот если полистать традиционные эскизы, везде этот цветочек. Экспериментировали, рисовали, думали. И пришли к морской тематике. Акула, сразу скажу, ворованная. С эскизов Сейлора Джерри. Но с короля, мне кажется, можно воровать. И смотрите, как акула прям классно вписалась туда. Это традиционная тачка. Волны на катушках. Такая летняя морская зарисовочка. Ну и, конечно же, жирные полосы. И попробуем сегодня сделать это максимально. И традиционно, и ровно. И чтобы, наконец-то, мне выиграть. Снова говорю, как будто бы я снова проиграл. Типа, во втором выпуске. Так как я начинающий тату-мастер, моему успеху, помимо татуировки на удачу, должна способствовать стильная тату-машинка от Димона. И именно эту тачку у меня есть дикое желание потом себе заказать. Именно в этом дизайне. Мне кажется, это будет максимально круто. Если сейчас получится перевести трансфер с первого раза, то это будет некий знак. Я татуировку сделаю максимально круто. Но если с первого раза не получится, то как обычно. На этот раз мне перенастроили мою индукцию. Это индукция от Заславского. Теперь она максимально жесткая. Сегодня хороший день. Сегодня, наконец-то, в Петербурге теплая, приятная, весенняя погода. Сегодня все заряжено на... Вот прям... Я вот еще смотрю на подкову и еще более заряжаюсь успехом. Йоу. Йоу, погнали. Вы часто спрашиваете, где я закупаю себе тату-оборудование и где покупаю расходники в студию? Конечно же, в магазине 28mob.ru. Это самый крупный тату-магазин в России и СНГ. И вам рекомендую. Низкие цены, быстрая доставка. И всегда есть все в наличии. Ну, по крайней мере, все то, что нужно мне. И магазин 28mob.ru, официальный дистрибьютор или представитель картриджей EZ. Я их себе закупил. И в следующем выпуске буду колоть картриджами. Там всегда в наличии EZ. Все позиции и самые дешевые цены в России и СНГ. Друзья, вы найдете ссылку на магазин 28mob.ru в описании под видео. А ты знаешь, что если татуировщик плохо набьет тату-машинку, это прям вот очень плохо. Это прям проигрыш. Нельзя так делать. Давай вот, когда мы дойдем до тату-машинок, ты мне повторишь это. Я начинаю с низа, с воды. Начал татуировку с низа и сразу же делаю и толстые полоски, и тонкие полоски, чтобы трансфер не стерся, потому что у нас очень много маленьких деталей, которые я делаю 5RL. Но если они сотрутся, это будет прям проигрыш. Ване почему-то очень больно. Либо это место такое, либо машинки сегодня просто режут. Я склоняюсь ко второму, блин. И традиционные круги в роликах, где я делаю татуировку. Ролик без кругов уже не ролик. Ну, мне кажется, вот там, где я делаю татуировки, принципиально должен быть круг. И мы вместе с вами проводим этот круг. Ну что? Вот давайте сейчас в комментарии напишите, получится или нет. И посмотрим. Не очень, да, круг? По шраму, да, прямо он идет? В итоге круг бы получился бы ровный, если бы не его шрамы. Короче, шрам типа испортил мне качество круга. Это 2К7 шлет тебя привет. С черным цветом наконец-то покончено. Мы сегодня в татуировку добавили максимально много черного цвета. Его настолько много, что еще неделю ссадь черным буду цветом, мне кажется. Ну вот это максимально традиционная татуировка. Татуировка настолько черная, что она сама может сходить за наркотиками. У нас осталось 4 цвета. Начинаем с градиента от коричневого к желтому, потому что делать градиент из черного в желтый, на мой взгляд, получается некрасиво. Здесь заменим черный на коричневый и сделаем внутренние тени коричневым цветом. И это будет некий градиент. Друзья, чтобы увидеть прям очень смачный градиент, вот сейчас выпадает подсказка. Это предыдущее видео, которое вы, скорее всего, пропустили. Там Егор наваливает мне пса в стиле New School. И вот там вот прям лютый градиент. И, пожалуй, это одна из лучших татуировок на канале Забитые. Друзья, вы просите называть цены на татуировки, которые мы делаем в выпусках. Так вот, Иван забивается абсолютно бесплатно. С него я не беру ни рубля. Но эта татуировка, которую я сделал в сегодняшнем выпуске, цена ей 5000 рублей. Сегодня мы говорили о том, что каждый мастер должен офигенно набить тату-тачку. Типа это определяет тату-мастер. Сегодня ты сделал это мега круто. Спасибо. Кстати, хочу добавить, что на третий раз у нас все будет по-честному. Ваня сегодня заживляет не в пленке, как вы его ругали, а в пеленке. Поэтому битва на равных. Что-то я не уверен за свой успех в третьем выпуске. Ты сделал, типа, слишком круто. Друзья, спасибо, что смотрите. Голосуйте, кто выиграл, Подкова или я. Делитесь этим видео в своих соцсетях. Пожалуйста, друзья, если вам понравился этот выпуск, не ленитесь, поделитесь в Твиттере, в Фейсбуке и в ВК. Просто нажать кнопочку «Поделиться». Ставьте лайк, если этот выпуск вам понравился. Пишите свое мнение, предлагайте идеи Вани для новых татуировок и предлагайте наказание. Ну и с вами был Дима, который попытался сегодня сделать лучше. И Иван, который забивается полностью. На канале «Забитые». А, кстати, следующий выпуск будет через неделю, не через две. Потому что вы заметили, да, что я, типа, подстригся. Странно, да, вот, типа, на склейке, типа, волосы, нет волос. Чувство, когда тебя подставили. Чувак тебе говорит «Приходи в той же одежде, мы, типа, одним днем снимаем». А потом он подстригается, и я, как балбес в тех же шмотках прихожу. Эскиз этой татуировки. Я вдохновился от мастера Самуэля Бриганти. Акула взята у сейлора Джерри. Так что убедительная просьба. Не надо под***ть меня в комментариях, что я, мол, дергаю. Я вдохновляюсь. Или как Егор сказалось в предыдущем выпуске? Где он под влиянием?